Проглашается Андрей Петрус, который расскажет нам про символ экспонсобили и войдет с разработкой. Поприветствуем его! Добрый день, уважаемая аудитория! Мне хотелось бы, прежде чем приступить, собственно, к самому докладу, хотелось бы, ну, конечно, представиться, меня зовут Андрей, я являюсь юз-разработчиком компании Madagent. И в связи с тем, что, по сути, путь каждого разработчика, он немножко особенный. В принципе, как уже было сказано в самом первом докладе, что программист является таким небольшим симбиозом между логикой и художеством, то есть креативностью. В принципе, хотелось бы поговорить, как ни странно, как раз о второй составляющей нашего с вами пути. То есть о пути креативности, о пути художества, о пути, по сути, некой красоты. В принципе, следует начать с того. Существует, предположим, два художника. Обоим художникам дана задача нарисовать человека. Первый художник рисует человека с помощью палочек и улыбающегося эротика. Второй человек рисует портрет, скажем так, на уровне, как минимум, Леонардо да Винчи. По сути, оба этих художника справились с работой, правильно? Но, тем не менее, мы можем сказать, что один это сделал красивее, другой это сделал менее красиво. Возникает вполне законный вопрос, как оценить красоту годно. Порядка 10% времени, которое мы тратим на разработку какого-то программного обеспечения, будь то большой проект, будь то какой-нибудь самый маленький хэллоу-бок и так далее, 10% занимает, по сути, написание кода, который работает. Об этом, в принципе, по-моему, даже не имеет смысла говорить. То есть ваши программы, которые написаны вам, они обязаны работать. Другой вопрос, как достичь того самого замечательнейшего цена и понять, смотря на свой год, что мы слепили очередной Венеру-Миловскую. Как раз вот об этом и хотелось бы поговорить. В те незапамятные времена, когда по земле еще ходили динозавры, вот, и программисты писали свой первый доисторический код, программисты примерно одного уровня, работая, скажем, над одним проектом, они могли, условно говоря, подраться. Потому как один хотел писать по-своему, другой хотел писать по-своему. Оба метода работали, но их война уже переходила, скажем так, в разряд религиозных, то есть христианцев против мусульман и так далее. По сути, у каждого из них были аргументы в свою защиту, и однозначного победителя выделить нельзя было. Поэтому было заключено некоторое абстрактное перемирие, и были попытки разработки некоторых рекомендаций, которые позволяют улучшить, сделать код красивее. То есть в одной замечательной книжке, если не ошибаюсь, это был Стив МакКоннон «Совершенный код», была сказана просто прекрасная фраза. Пишите свой код так, словно его будет поддерживать психопат, который знает, где вы живете. В принципе, скажем так, можно сказать, что это самое первое правило хорошего хода, то есть если вы даете его человеку, и он скажет «Да, я здесь все понимаю». То есть он скажет что-либо, кроме черта, какое головонога это написало. Поэтому были созданы так называемые паттерны разработки, паттерны прохронирования. Как раз о них хотелось бы и поговорить. В частности, остановимся на этом паттерне как «Single Responsibility». «Single Responsibility» является одним из пяти паттернов так называемой «Solid» архитектуры. «Solid» — это апрелянтура от «S» — «Single Responsibility», «O» — «Open-Close Principle», «L» — «List of Substitution Principle», «I» — «Interface Segregation Principle» и «D» — «Dependency Inversion Principle». Первое — «Single Responsibility» — это принцип единственной ответственности. Иными словами, ваш объект должен выполнять одну единственную роль, которая на него возложена. «Open-Close Principle» — принцип открытости-закрытости. То есть программные сущности должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения. Типичный пример, кто, конечно, сталкивался с ее разработкой, это по сути «UI Kit». То есть он закрыт, но тем не менее мы его активно используем, мы активно делаем субклассы каких-то стандартных элементов и опять-таки мы используем свои субклассы с каким-то своим дополнительным кодом и своими дополнительными наворотами, но тем не менее это все тот же самый закрытый «UI Kit». «L» — «List of Substitution Principle», то есть принцип подстановки барберлистов. «Функции, которые используют базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы базового типа, не зная об этом». Ну, то есть, грубо говоря, мы можем вызвать, если мы ее наследуем, мы можем вызвать метод, который мы наследуем, а также потом дополнить его «О». То есть, по сути, эти принципы, они в некотором роде друг друга повторяют и в некотором роде делают дополнительные примечания к чему-то одному более общим. «Interface segregation principle» — это принцип разделения интерфейса. То есть много специализированных интерфейсов лучше, чем один универсальный. Пример, ну, я дальше покажу пример — это швейцарский нож. То есть, у нас есть нож, правильно? Он существует для того, чтобы им резать. Швейцарский же нож существует для того, чтобы им резать, кусать, там, не знаю, уничтожать лазером пришельцев и так далее. То есть, лучше для каждого из этих интерфейсов сделать свой. «Dependency and virtual principle» — это принцип инверсии зависимости. То есть, зависимости внутри системы строятся на основе абстракции. Модули верхнего уровня не зависят от модулей нижнего уровня. Абстракции не должны зависеть от деталей. Детали должны зависеть от абстракции. Иными словами, ну, если попроще, то разделение на уровни. Вот. Как я уже сказал, сегодня хотелось бы остановиться на принципе «единственная ответственность», то есть «single responsibility». Ну, поскольку я iOS-разработчик, то хотелось бы, как бы, это преподнести в контексте iOS. Можно следующий слайд? Приемник. Вот, собственно, про «Solid-принципы» я рассказал. И буковка «S» — это как раз и есть «single responsibility». Вполне возможно, буква «S» не зря в «Solid-архитектуре» является самой первой буквой. «Solid» — это тот самый швейцарский нож, о котором я говорил. То есть, ваша программа в любом случае является швейцарским ножом. То есть, не существует программ, ну, хорошо, ладно, вру. Существуют программы, которые призваны выполнять одно единственное действие. Но по большей части проекты, которые мы пишем, будь то .NET, будь то веб, будь то мобильная разработка, они выполняют как минимум два некоторых действия. Ну, к примеру, это, скажем, доступ к серверу, это отрисовка чего-то на экране, то есть, работа с UI и так далее. Это уже, как минимум, несколько действий. То есть, получается, некоторый швейцарский нож. Рассмотрим пример использования принципа «Single Responsibility», а также, собственно, что это такое. С вашего позволения, пример будет на языке Swift, который не так давно был презентован на Apple, на нашу с вами радость, ну, возможно, некоторому на радость, некоторому на грусть, но, тем не менее, поскольку за ним будущее, хотелось бы все-таки его рассмотреть. Вот. Возьмем в качестве примера абстрактный класс модели для игры в морской бой. Я думаю, все прекрасно знакомы с правилами этой довольно-таки старой игры, и все знают, что, зачем нужно делать. У нас есть класс «Battleship Model». Ну, то есть, предположим, что это один большой абстрактный класс нашей модели. То есть, для тех, кто, в принципе, не сильно знаком с разработкой, а также с NBC, хочу сказать, что модель – это тот самый уровень, который работает с данными, но не работает с UI. Ну, просто на секунду. Вот. У нас есть класс. У нас есть игровое поле, которое, скажем, является двумерным массивом. Ну, предположим, это там 10 на 10, 20 на 20, все зависит от правил. У нас есть методы расставить свои корабли, расставить корабли противника, сохранить игру, загрузить игру, и атаковать, и отобразить данные на экране. Что видит разработчик в данном случае? Разработчик в данном случае видит следующее. Иными словами, мы впихнули огромное количество функционала разношерстного, разностороннего функционала в один класс, что является, по сути, нарушением принципа single responsibility. Вот, в принципе, изначально хотелось бы рассказать именно о нарушении. То есть, single responsibility, как уже говорилось, это принцип единственной ответственности. Иными словами, наш класс должен делать что-то одно. Но, если вы хотите проверить свой класс на нарушение принципа single responsibility, то рекомендуется просто вслух проговорить, что делает ваш класс. Например, класс battleship model, который был представлен ранее, он работает с игрой, сохраняет, загружает. Так же он содержит в себе поле, так же он расставляет корабли, так же он производит атаку. Ну, то есть, а так же он еще отображает это все на экране. Вот это вот а так же. И прочие приставки говорят о том, что ответственности уже больше, чем одна. Соответственно, ну, если вы уже так хотите, чтобы ваш класс был красивым, соответственно, необходимо как-то это дело решать. Еще раз хочу повторить, что это не влияет на работоспособность программы. И в некоторых местах это не влияет, так же на ее эффективность, продуктивность и так далее. Это влияет исключительно на читабельность, на поддержку, на красоту кода. И, соответственно, впоследствии на время, которое затратится вами, чтобы дополнить функционал вашей программы. Либо время, которое затратит некий следующий программист, которому вы передадите проект. То есть, ну, хорошо, предположим, он потратит день на то, чтобы разобраться в том, что вы написали, или он потратит месяц и ничего не сделает. Разница очевидна. Соответственно, раз уж мы заморочились на счет красоты кода, хотелось бы что-то порешать. Давайте определим такой класс, как Battleship. Исходя из названия, что должен делать этот класс? Этот класс должен отвечать за один корабль. Что у нас есть в корабле? У нас есть его длина, координаты. По сути, это класс для хранения информации. Он ничего не делает. В принципе, можно сказать, что этот класс отвечает. В принципе, у Singular Responsibility. Класс Ship Manager. Исходя из названия, что он должен делать? Он должен управлять кораблями. Этот класс, ну, разумеется, знает, какими кораблями он управляет. То есть, он садит у себя поляк кораблей. Он расставляет корабли. Он атакует. Исходя из названия класса, мы можем также сказать, что он соответствует принципу Singular Responsibility, поскольку как атака, так и расставление кораблей является менеджментом кораблей, то есть управлением кораблей. По сути, как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть, очень многое зависит от названия класса. И, соответственно, вы можете построить как функционал под название класса, так и название класса под его функционал. Однако, эти вещи, ими не стоит пренебрегать, и все-таки стоит уделить особое внимание. Пускай это же больше времени, чем нужно, на то, чтобы правильно назвать и правильно оформить архитектуру ваших классов. Также определим, собственно, главный класс, то есть Battleship Game Model. Он должен себе содержать менеджера кораблей, которые, в свою очередь, управляют кораблями. Он должен сохранять игру, загружать игру, но также, разумеется, создавать новую игру, то есть, инициализировать наши корабли, расставлять корабли противника и корабли из игрока. И, как бы, он отвечает исключительно за менеджмент самой игры. Сохранить, загрузить на чат. Опять-таки, мы можем сказать, что это подходит под принцип single responsibility. Ну и, разумеется, как бы, метод Update Game Screen, который якобы должен выводить какую-то информацию на экран, это, исходя из паттерна MBC, этим должен заниматься в гип-контроллер. Ну и никак не модель. Опять-таки, все всегда можно впихнуть в один класс, но стоит ли. Вот. Поэтому, давайте немножко резюмируем. Single responsibility является исключительной рекомендацией. Он не является жестким правилом. Иногда существуют, поскольку существуют паттерны программирования, существуют и антипаттерны программирования. В некоторых случаях, конечно, редких, но все-таки такие случаи бывают, что антипаттерны использовать выгоднее. Иными словами, человек может сознательно поломать тот же самый принцип single responsibility или любой другой, например, для того, чтобы достичь на разно большей производительности или, опять-таки, большей читабельности кода. Но по большей части, по большей части, разумеется, желательно следовать этим принципам для того, чтобы человек, который смотрел на ваш код, он мог понять, что вы имели в виду и вообще, в принципе, понять всю вашу мысль, которую вы хотели донести, написав этот код. Отсюда выходит вывод структуризации кода. Мы имеем код, который четко разделен по каким-то своим ответственностям. Мы имеем правильное название классов, мы имеем правильное название методов, которые говорят сами за себя. В принципе, существует мнение о том, что хороший код не должен быть комментированным. Иными словами, если вы пишете комментарии в каких-то методах, это уже обозначает то, что вы вашему потенциальному читателю даете информацию, чтобы он в вашем коде не запутался. Название вашего метода должно говорить само за себя. То есть, не ступитесь на длину названия метода, ни в коем случае. Пускай лучше будет все по длине, но тем не менее, все строго, четко и понятно. Отсюда идет упрощение поддержки. Опять-таки, то, что я сказал, в принципе, имеет смысл. Ясное архитектурное представление проекта. Опять-таки, поддержка, представление проекта и все прочее, оно говорит о том, что ваш пот становится гораздо более красивым, гораздо более понятным. Однако, все же повторюсь, это из разряда субъективного. То есть, несмотря на количество паттернов, количество анти-паттернов, количество так называемых будь-практис в любой сфере разработки, будь то, опять-таки, тот же самый веб или тот же самый Иос, всегда существуют разные мнения. И даже в одной команде могут рядом сидеть два человека, мнения которых будут абсолютно противоположны насчет красоты кода. Невозможно сказать, что один код однозначно красивый, другой код однозначно некрасивый. Все это, опять-таки, субъективно. Но, как показывает статистика, использование, зачастую использование паттернов, все-таки ведет к упрощению кода и упрощению его поддержки. Соответственно, довольно-таки сильно рекомендуется использовать паттерны. Но если вы их нарушаете, то, пожалуйста, знайте, что вы делаете. И подумайте дважды, прежде чем нарушить какой-то из паттернов. Возможно, этого можно избежать. Лишняя рука у Венеры Милоской, например, может не перевести к ее красоте. Посему хотелось бы сказать большое спасибо за внимание. Такой вот небольшой докладик по субъективным принципам программирования, которые, тем не менее, существуют. И они, видимо, существуют зачем-то. Благодарю за внимание. Еще раз напоминаю, на меня зовут Андрей. И устроены в Санкт-Петербурге. Вопросы? Так, пожалуйста. Настойчивость ваша просто поражает. Мы уже знаем, кому пойдет по полу. У меня, в общем-то, один вопрос, благодаря этому, здесь невозможен. Насчет времени. Сколько дополнительного времени у вас знает, какой? Основная проблема, почему-то, ну, как мне кажется, не все делают, соблюдают, это хороший пол, какой-то. Из-за того, что нужно что-то сделать сжатого срока. То есть быстренько накосылить и выдать. То есть, а сколько дополнительного времени у тебя, чтобы вернуть так красиво код? Ну, на самом деле, отличный вопрос. Я, конечно, не измерял, но я думаю, как минимум половину времени написания кода выходит на то, чтобы даже в мозгу структурировать его и сделать изначально по-человечески. Для того, чтобы... Конечно, бывают ситуации, когда, скажем, некий код написан и просто возникает некоторое субъективное, такой код нации отвращения и вот непреодолимое желание его переписать, поскольку он кривой. Ну, по крайней мере, субъективно кривой. Ну, опять-таки, я думаю, от 50%. Разумеется, всегда можно успеть накосылить и так далее, но накосылить не соответствует красоте. То есть получается либо быстро и с костылями, либо медленно, но красиво. Ну, тогда уже, скажем так, как масло по душе, что вот является произведением искусства УРА. Да, поспел. Ну, разве не самоцель это, Андрей? Да? На сортах воды, которые не самоцель... Ну, вообще-то самоцель. Но, знаете, иногда бывает, необходимо сделать очень быстро. Нет, конечно, конечно. Так, вопрос? Так, ну, пожалуйста, Даша. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, а сколько в реальных проектах у вас красоты? Скажите, правда? Поцельно, поцельно. Да, тоже замечательный вопрос. И я тоже не могу сказать, поскольку, в принципе, признак роста, прохромиста, это как раз то, что он смотрит на все свои предыдущие проекты и говорит, боже, это я написал. Вот. И, соответственно, каждый новый проект, он обязан быть красивее предыдущего. Разумеется, написав какой-то проект, все остальные проекты считаются априори плохими. Но во время написания каждого проекта он самый лучший и самый замечательный. Да, то есть, ну, всегда... Так, хорошо. Отлично. Ну, я думаю, что... Я думаю, что мы футболку нашему активному участнику обязательно подарим. Вот, красный футболку. Спасибо большое. Андрей, этот замечательный сертификат мы тебе вручаем. Я очень благодарен, что ты к нам так часто заходишь. И вот этот вот замечательный подарок подкупания спонсора готова. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.